Уважаемые коллеги, давайте начнем оперативное совещание. Сергей Леонидович подойдет, да? Он на ВКС сейчас у нас. Хорошо. Так, первый вопрос о реализации с участием публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан-участников далевого строительства государственной жилищной политики направленной на повышение гарантии защиты прав и интересов граждан-участников далевого строительства. Ирина Алексеевна Сорокина доложит, пожалуйста. Уважаемый Антон Андреевич, уважаемые коллеги, на территории Калининградской области в настоящее время, согласно данных Единой информационной системы жилищного строительства, осуществляется строительство многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств дольщиков, застройщиками в количество 98 единиц, которым выдано 154 разрешения на строительство жилой площади свыше 1,5 млн кв. м. 83 застройщика используют эскроу-счета, и ими осуществляется строительство жилой площади свыше 1,2 млн кв. м. по 130 разрешениям на строительство. Отмечу, что эскроу-счета открыты в ведущих системообразующих банках России. В рамках прежних требований 214 ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, на территории области 15 застройщиков осуществляют строительство с уплатой взносов в компенсационный фонд и осуществляют строительство объектов жилой площадью 251 тыс. кв. м. Такая процедура разрешена законом 214 ФЗ. Благодаря мерам, принятым правительством и органами местного самоуправления, осуществлен ввод шести проблемных объектов, квартиры получили 565 граждан по 488 договорам долевого участия и частично решены проблемы граждан, пострадавших от действий застройщика ООО «Альфастрой» путем предоставления 46 гражданам квартир в другом доме, построенном региональным фондом жилищного и социального строительства. Несмотря на завершение строительства и восстановление прав граждан, мы продолжаем работу по этим домам. Так, в текущем году по объекту, построенному Рустроинвестом, мы активно взаимодействовали с Росреестром и Федеральной службой судебных приставов для того, чтобы снять ограничения, которые в итоге позволили решить проблему жителей, которые не могли осуществить регистрацию прав собственности на полученные квартиры. Все ограничения на сегодняшний день сняты, кадастровый учет объектов произведен, и граждане оформляют права собственности на полученные им квартиры. Также, поскольку существуют гарантийные обязательства, установлено в рамках соглашения Министерства регионального контроля с Управлением ФНС России по Калининградской области взаимодействие по предотвращению попыток ликвидации компаний, строивших эти дома. К сожалению, такие попытки были, но они были предотвращены. В ближайшее время мы исключим из единого реестра проблемных объектов 13 жилых домов, по которым произведены выплаты гражданам денежных компенсаций через банк Дом.РФ. Это является вторым законным способом восстановления прав граждан. Таким путем восстановлены права 134 граждан, выплаты составили свыше 182 миллионов рублей. Пока у нас нет той нормативной базы, которая бы позволила исключить эти 13 жилых домов из единого реестра проблемных объектов, нам известно, что соответствующие документы Министерством строительства Российской Федерации разработаны, зарегистрированы Минюстом, и мы ожидаем, что в ближайшее время мы очистим единый реестр проблемных объектов от этого количества домов. Таким образом, фактически проблемными объектами, включенными в единый реестр проблемных объектов, являются 15 домов. Мы их разделили на три категории. Первая группа из четырех домов, достройка которых уже осуществляется фондом жилищного и социального строительства Калининградской области в рамках выделенного компенсационного земельного участка по соглашению с правительством Калининградской области от 2018 года. Благодаря этой работе уже восстановлены права и получили жилье 110 граждан, пострадавших от ООО «Регион-сервис». Активными темпами в настоящее время ведется строительство двух домов. Это Гонза-сервис. Плановый срок ввода этих объектов – 2023 год, но строительство ведется с опережением, и мы надеемся на то, что ввод будет осуществлен во втором квартале 2022 года. Сложным вопросом из этой группы проблемных домов является решение проблем оставшихся граждан, пострадавших от ООО «Альфа-строй». Гражданами были заключены инвестиционные договоры, а не договоры долевого участия, что осложняло работу с восстановлением их прав. Как я уже отметила, 46 граждан получили ключи в другом доме, построенном фондом жилищного и социального строительства. Шесть граждан после разъяснений выразили согласие на получение квартир в объектах ЖСК Гонза-4, которые сейчас строятся. Но остается еще шесть граждан по этому ООО «Альфа-строй», которые отказываются выбрать два законных способа – либо получение квартиры в другом доме, либо выплату компенсации. Но мы продолжаем работу с этими гражданами. Министерство подключилось к этой работе, и очень надеемся, что мы и эти вопросы тоже разрешим. К сожалению, тот земельный участок, на котором строились объекты ООО «Альфа-строй», принадлежит Министерству обороны, и наши попытки передать этот участок в собственность Калининградской области пока не завершились успехом. Но, надеемся, то обращение, которое очередной раз направлено руководству Министерства обороны, будет рассмотрено положительно. Вторая группа проблемных объектов, включенных в единый реестр, включает семь жилых домов, по которым наблюдательным советом Федерального фонда принято решение, предусмотрено завершение их строительства силами областного фонда. Завершение мероприятий по объектам данной подгруппы запланировано на 3-4 кварталы 2022 года. Размер финансовой помощи в настоящее время определен наблюдательным советом в размере почти 129 миллионов рублей, которое, соответственно, будет подлежать корректировке в процессе строительства. На регулярной основе для того, чтобы ускорить процесс передачи этих объектов региональному фонду, осуществлялся обмен документами по проблемным домам. Неоднократно проводились совещания с конкурсным управляющим по вопросу установления конструктивного взаимодействия и ускорения передачи объектов по недопущению затягивания этих процедур. Для ускорения передачи оказывалась помощь конкурсному управляющему в поиске дольщиков и получении документов. Однако длительные юридические процедуры на сегодняшний день позволили фактически передать только один объект на достройку фонда, это объект ООО «Бизнес-строй». По другим объектам мы оцениваем завершение всех процедур и передачу объектов фонда по срокам сентября-октября текущего года. Но вместе с тем надо отметить, что дорожные карты по завершению строительства по этим объектам подготовлены и фондам региона начата работа по осуществлению предпроектных процедур. Самым сложным из этой группы является объект ООО «Транстрой», который имел изначально массу нарушений, препятствующих законному строительству, в том числе об этом свидетельствует возбужденные уголовные дела. В настоящее время в стадии рассмотрения федеральным фондом находится вопрос о пересмотре ранее принятого решения о достройке объекта на основании вашего обращения. То есть мы ставим вопрос о том, что этот объект невозможно достроить в силу его низкой строительной готовности и других вещей, которые препятствуют достройке этого объекта, и заменить вариант восстановления прав обманутых дольщиков выплатой компенсации. Все документы, соответствующие федеральный фонд, представлены. Намечено совещание по этому вопросу. Мы очень надеемся, что все экспертизы, которые мы на этот счет произвели, убедят наблюдательный совет, и федеральный фонд пересмотрит свое решение. Третья группа объектов – это объекты, достройка по которым осуществляется самостоятельно застройщиком с привлечением инвесторов. По этой группе проблемных домов – 4 жилых дома, где нет участия регионального фонда и, соответственно, участия бюджетных средств. По двум домам – Балтик-Сити и Горизонт – привлечение инвестора уже состоялось, по остальным – инвестор пока в процессе поиска. Надо отметить, что во втором квартале 2021 года в эту группу и в целом в реестр проблемных объектов включен новый объект – это ООО «Дельта» в Гуревском районе. Застройщикам нарушен срок передачи объекта долевого строительства более чем на 6 месяцев, что, соответственно, послужило основанием для включения этого объекта в единый реестр. Вместе с тем, при осуществлении контроля со стороны органов исполнительной власти, муниципалитета и, что надо отметить, активном взаимодействии нашим с прокуратурой области, ожидаемый срок ввода объекта по ООО «Дельта» – 4 квартал текущего года, и мы надеемся, что все будет в положительном рассмотрении. Несмотря на отсутствие участия фонда и бюджетных средств по этой группе объектов, вопрос контроля со стороны муниципалитетов и взаимодействия региональных органов исполнителями власти является очень актуальным. Мы не снимаем этот вопрос в повестке дня, и по каждому объекту намечено проведение соответствующих и контрольных мероприятий, и совещаний с муниципалитетами, с Минстроем области и других заинтересованных сторон, для того чтобы не допустить отсутствия строительства или нерешения тех вопросов, которые необходимы для этого. Уважаемые коллеги, несмотря на то, что привлечение средств в дольщиках должно осуществляться через искрового счета, по-прежнему мы выявляем застройщиков, которые продолжают использовать различные схемы ухода от необходимости заключать договоры долевого участия. Это и заключение предварительных договоров, договоров беспроцентных займов, договоров приобретения будущей вещи и тому подобное. Информация по выявленным схемам, направленная Министерством правоохранительные органы, послужила основанием для возбуждения в текущем году уголовного дела по этим фактам. Но мы будем продолжать ту работу, которую мы начали, как профилактическую среди граждан, так и разъяснительную работу среди граждан, и профилактическую работу среди застройщиков по недопущению подобных случаев на территории области. И в целом продолжение контроля за состоянием дел в этой сфере, ускорение восстановления прав обманутых граждан, взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, оперативное решение всех возникающих проблемных вопросов, являются нашей приоритетной задачей. Доклад окончен. Спасибо. Шестой слайд включите. Значит, по поводу Вивакса, я правильно понимаю, что там разобрали вот один из корпусов и начали его заново перестраивать, потому что там были строительные нарушения. Там были строительные нарушения, был выявлен неучтенный ливневый коллектор, который... Сейчас все это решено, и все равно даже с учетом этого мы во втором квартале следующего года планируем закончить. Пока вопрос рассматривается, во всяком случае, так поставлен вопрос о том, что, возможно, будет продлено разрешение на строительство. Но мы вместе с тем очень надеемся, что мы ускоримся и все-таки будем... Хорошо, но вроде стройка идет, я так там периодически проезжаю, смотрю. В группе везде стройки идут и... Хорошо, значит, следующий вопрос здесь же. Вы говорите по Альфа-Строй, осталось шесть граждан, которые не согласились переезжать. Мы вот вручали ключи на Невского, да, там Ганзейский переулок или как это называется в улице. Да, но у нас получается, что 46 граждан получили ключи, а 6 граждан из пострадавших по Альфа-Строй... Они получат в Ганзе, понятно, и 6, которые отказываются... Осталось 6, которые не выбрали способ получения квартиры в Ганзе и в предложенных других домах, и точно так же не соглашаются на выплату компенсации. Ирина Алексеевна, объект Альфа-Строй на Невского 190А достроен не будет. То есть он стоит, продуваемый всеми ветрами, значит, уже много лет, и там достроить его невозможно. Он должен быть разобран, демонтирован. И, кстати, об этом нас просят жители близлежащих районов, потому что, к сожалению, мер достаточных для обеспечения безопасности не принимается. Забор, я так понимаю, никто не контролирует, он там разобран частично, и дети со всей округи играют в этом недострое, и, соответственно, может какая-нибудь беда случиться. Значит, мы во время общения с жителями этого района договорились, что городская администрация направит соответствующее обращение в адрес Министерства обороны для того, чтобы объект был защищен каким-то образом от незаконного проникновения. Я напомню, делается это просто... Я понимаю, что это надо контролировать, да, даже забитые там фанерные вот эти листы, которые ограничивают попадание внутрь, нужно контролировать, потому что их тоже можно отбить. Молодежь у нас спортивная нынче, и вполне себе как бы не видит в этом больших препятствий. Но как-то надо, в общем, этот вопрос в конце концов уже урегулировать. И я, кстати, обращаю внимание, что у нас очень похожая ситуация, тоже вот там в районе между Литовским валом и другими... Ну вот, мы были на выезде тоже, и Горького, да, там вот этот пионерский, да, вот этот заброшенный садик, с ним тоже надо... Это система, да, по-моему? Да, у нас, значит, на улице Пионерская, 66, это система, и такой же дом Литовский вал Московский проспект, который там вот забором давно стоит, мы тоже видели... А, это другое, все понятно. Да, да. Но вы, как бы, примите меры, что в случае с Министерством обороны, что в случае с системой надо, в общем, меры предпринять, в том числе там судебного обязывания, если не ведут на контакт, но мне кажется, что нет никакой проблемы поставить забор, в конце концов, и контролировать этот периметр. Значит, с теми шестью граждан... А? Такое обращение в Министерство обороны уже направлено, в том числе не только по земельному участку, но... Понимаете, когда там разобьется ребенок, не дай бог, я этим письмом, как бы, маме с папой не объясню, как его воскресить, ребенка этого, да? Нет, ну понятно, что по обращениям... Поэтому меня не интересуют письма, меня интересует фактическое состояние этого объекта. Защищено оно от проникновения, значит, подростков или нет? Если не защищено, то письма – это не результат. То, что вы обязаны написать, обратиться и все остальное, это я и так понимаю, и очень надеюсь, что это сделано было на следующий день после того, как я общался с жителями. Все. Но это не результат. Мы, чиновники, часто отчитываемся, я написал, я обратился, это не решение вопроса. Мне нужно решение вопроса, и мне, и жителям. Значит, ладно, это как бы... Да, Ирина Александровна, это, на самом деле, параллельная история. Меня интересует другое. Вот эти шесть граждан, которые отказываются совершать какие-либо действия в плане, то есть им предлагается либо одно, либо второе, чего с ними-то? Потому что, ну, это удивительно, иметь в списке обманутых дольщиков людей, предлагать им либо квартиру в одном месте, либо квартиру в другом месте, и они отказываются. При том, что я надеюсь, что они тоже понимают, что этот объект на Невского 190-а достроен. Если и будет, то его надо сначала разобрать, заново построить. То есть, ну, в этом месте квартиру получить еще более призрачно, чем там, что бы то ни было другое. Поэтому вот я хочу понять, с ними проведена разъяснительная работа? Мы с ними, фонд проводил с ними работу, мы подключились к этой работе. Будем дальше убеждать, что у нас есть только два способа в этой ситуации. Это либо другой дом, либо компенсация. Будем дальше работать и убеждать, потому что отказ приводит... Ну, я прошу, в общем, не успокаиваться. Это замечательно, что вы решили 52 дольщика, как бы их проблемы решили, но мне хотелось бы, чтобы мы закончили с шестью оставшимися. Таким образом, хотя бы этот объект поставили уже плюсик и сказали, что все, решено все. Следующий слайд. Не успокоимся. Следующий слайд. Да, так. Дальше. Вот. Замечательный объект на фотографии. Насколько я помню, это объект, который строил Михейкин или семья Михейкина, бывший глава администрации Пионерска, да? Да. И там рядом резервуары горячей воды, водоканал, господи, теплосети, да, или водоканал, или теплосети, и достройка его невозможна. Невозможна. И фонд федеральный должен все-таки принять решение о том, что достраивать его нельзя. Ну, то есть я не говорю про строительный брак этого объекта, он там сам собой, его можно исправить в конце концов, но мы никуда переносить эти резервуары горячей воды и принимать каких-то дополнительных мер мы не можем. Там просто физически, с точки зрения требований Ростехнадзора, это невозможно. Правильно? Да, именно так, Антон Андреевич. Я сама участвовала в одном из совещаний по этому объекту. Мы долго убеждали федеральный фонд о том, что его достроить невозможно, либо нужно его полностью разобрать, перенести все там котельные и прочие резервуары в другое место, что невозможно. Но что делает просто такую цену в итоге? В итоге мы договорились о том, что мы в федеральный фонд представляем дополнительные экспертные обследования, что нами сделано, соответственно, за счет средств фонда. Все документы на сегодняшний день представлены, на сентябрь назначены соответственно. Я понял. Кем выдавалось разрешение на строительство? Я правильно понимаю, что разрешение на строительство выдавалось администрацией в свое время еще? Да. Это до передачи полномочий в регион. В отношении кого возбуждено уголовное дело? В отношении Михейкина. В отношении Михейкина. Понятно. А чего с ним? Ну, с уголовным делом, не с Михейкиным. Ну, пока оно возбуждено еще в стадии расследования. Но, в принципе, вина установлена, насколько я знаю. Да. Ну, хотелось бы какого-то результата уже. Да? Хорошо. Ну, то есть вы тогда тоже как-то с коллегами из правоохраны, прокуратуры этот вопрос проконтролируете, но не хотелось бы, чтобы он ушел от ответственности. Выдать самому себе разрешение на строительство, зная в своем муниципалитете, что там нельзя строить. Ну, как это вообще, да? Обмануть дольщиков, нагрузить, извините, да, вот за просторечие фонд федеральный на то, чтобы там оказывать финансовую поддержку и до сих пор как бы не понести ответственность уголовную. Удивительно. Хотелось бы как-то уже это правосудие побыстрее, чтобы совершилось. Так, дальше следующий слайд. Так, ну здесь у меня вопросов нет. Единственное, что я прошу, да, по поводу Коплунова, нет, есть вопрос. Значит, по поводу Коплунова 8. Я как в Балтийск не приеду, значит, вот с моего переезда в регион Коплунова 8 это недострой. Вот он стоит, уже стоит, стоит. Понятно, что его надо, наверное, разбирать. Там, по-моему, три этажа или сколько-то, четыре сделаны. Они еще не закрыты, ни крыши, ничего. Мы там передали это все какому-то новому инвестору, да, вот это ООО «Горизонт». Они должны были привлечь, насколько я знаю, финансирование банковское. Привлекли? Они пока не привлекли финансирование банка, но, соответственно, банк предварительное одобрение дал. Им сейчас нужно прорешать все вопросы, связанные с документами, которые нужно получить от муниципалитета. Я очень надеюсь, что... Ну, вот смотрите, там у Сергея Викторовича, насколько я знаю, он там сейчас с нами на связи, скептическое отношение к тому, собираются они достраивать или нет. Просто давайте скептическое отношение Мельникова не должно стать препятствием к тому, чтобы они получили эти документы. То есть, если они реально имеют предодобрение от Сбера, по-моему, да, чтобы достраивать это и получить кредитные ресурсы на достройку. Ну, так вы, пожалуйста, тоже лично проконтролируйте, чтобы нам не было никакого саботажа. Я надеюсь, Сергей Викторович меня слышит. То есть, давайте пройдем эту уже дорогу. Раз уж мы выбрали этот путь, давайте его попытаемся и приложим силы, чтобы пройти до конца. Чтобы с нашей стороны мы себя не винили, что мы там что-то не доделали. А если инвестор выражает желание, банк выражает готовность профинансировать, чтобы мы все сделали со своей стороны, ладно? Вы отдельно это проконтролируйтесь, пожалуйста. Да, именно так. Хорошо. Значит, и меня не устраивает ситуация с так называемыми двойниками. Компания Акфен обещала, да, и переносит там уже который раз сроки, когда они закончат расчеты с второй частью так называемых двойников. Мы приняли законодательство в свое время, которое позволяет нам за счет инвестиционных решений для ряда застройщиков решать проблему жертв двойных продаж. Это не везде есть, мы такое решение приняли. Насколько я помню, 11 дольщиков из 30 свои деньги или квартиры получили двойников. Остальные до сих пор висят в воздухе, хотя с ними год как уже должно было быть все решено. Во всяком случае, таково было их обязательство передо мной. Работа не завершена. При этом мы максимально себя лояльно ведем к компании с той точки зрения, что все, что мы обещали им для того, чтобы они могли заработать денег для решения проблем вот этих конкретных дольщиков, все сделано. Все разрешения выданы уже давным-давно, все они строят. У меня вопрос, где ключи у людей или где выплаты у этих людей. Я этого не вижу, я хочу, чтобы это случилось и случилось как можно быстрее. Хватит уже переносить на год, на полтора. Это неприемлемо. Мы все свои обязательства выполнили, а компания обязана выполнить свои обязательства. Я тоже жду отдельного доклада. Можно не на оперативке, но мне нужно решение. Я уже не приемлю каких-то докладов, что потерпите, еще что-то. Хватит уже. Договорились. Спасибо. Исходя из вашего доклада, Древнексеевна, я надеюсь на то, что мы раньше сроков выполним поручение президента, и нам не нужно будет ждать конца 2023 года для завершения всех этих объектов. Самое основное у нас должно в следующем году все решиться. Да, старайтесь, пожалуйста, контролировать. Спасибо. Так, Василий Сергеевич Васюнин, он сегодня у нас исполняет обязанность, да, вступит у нас в отпуске. Совершенно верно. Значит, о вопросе водоотведения сточных вод пляжного комплекса по Сиду. Не знаю, о чем это, Василий Сергеевич, но расскажите. Хорошо. Уже Антон Андреевич, уважаемые участники совещания, позвольте доложить о вопросе водоотведения сточных вод пляжного комплекса по Сиду, в рамках которого проводилась проверка по Вашему поручению. Соответственно, пляжный комплекс по Сиду принадлежит у Ярис Сорт, который в 2017 году заключил соглашение с Минприроды Калининградской области на получение в пользование части акватории верхнего озера. На данной территории предполагалась и на текущий момент расположена понтонная платформа и, соответственно, велосипеды катамарана. На понтонной платформе расположен СПА-комплекс. Далее. Водоснабжение и водоотведение указанного объекта осуществляется по заключенным с водоканалом соглашениями на два договора на холодное водоснабжение и, соответственно, водоотведение, которые заключены в 2020 году. По информации, которую мы получили от водоканала, водоснабжение осуществляется из городской сети. Водоотведение сточных вод хозяйственных бытовых осуществляется точно так же в городской, ну, на выпуске осуществляется в городской коллектор. В соответствии с документарной проверкой, которую провели коллеги по нашей просьбе, водоотведение составляет 100% от водопотребления указанного объекта. Вместе с тем, Министерство природных ресурсов Калининградской области осуществило свою проверку, выезд. Нарушение экологического законодательства нами не выявлено. Проверили точно так же все документы, которым предоставляется ООО «Ересорт» в адрес Министерства природных ресурсов. Точно так же нарушение действующего законодательства не выявлено. Доклад закончил. Готовы ответить на вопросы. Хорошо, с этим объектом все нормально. Василий Сергеевич, я требую какой-то уже расправы с теми, кто загрязняет реку Лесную. Я знаю, что в ходе последнего вашего выездного контрольного мероприятия вы выявили 63. Я честно говоря, когда я слышу эту цифру, я ужасаюсь. 63 незаконных выпуска в Ре-Плюсной, которые у нас по Дзержинке идут. И вы закрыли все, затампонировали то, что шло с территории Энмара. Там, я так понимаю, больше нарушений нет. Там огромное количество выпусков частных домов. Я понимаю, что вы выписали какие-то предписания, еще что-то. Люди кивают на производственную зону. При этом все те люди, которые приезжают вечером домой в эти дома частные, которые выпускают все это, они соответственно отправляют свои какие-то естественные потребности. И потом все это замечательным образом романтически распространяется на весь этот район. Значит, я требую скорейшего принятия мер по устранению этих незаконных выпусков. Антон Андреевич, да. Секунду, я не закончил. Значит, следующее. Продукты питания. Продукты питания врезались в коллектор. При этом у них есть некий выпуск ливневых вод. И я так понимаю, что был какой-то специальный накопитель жира, который, собственно говоря, и создавал вот это замечательный белый, молочный вид всей этой реки. Сейчас вроде как этот жир не сбрасывается, да, и не хранится там нигде. И все уходит в правильном образом в коллектор и уходит на водоканал на очистные. Но при этом там уже годами сложились отложения в ливневом коллекторе, который служил таким скрытым сбросом в свое время для вот этого жира. И там, я так понимаю, просто наросло этого жира столько, что он еще долго будет туда стекать. Насколько я понимаю. Значит, мы купили, купили или не купили, уже купили, да, вот Лена вам подтверждает. Робота, робота, значит, со всеми там возможностями обследования этих труб, врезок и всего остального. Значит, я требую, чтобы вы вместе с продуктами питания прочистили, да, а не прочистили эту трубу. Только не прочистили ее не в ручей сейчас все это сбросить, да, а демонтировать, очистить и так далее, и так далее. И, Василий Сергеевич, ну, давайте уже наказывать и рассказывать о том, что вы делаете. Потому что люди считают, что меры не принимаются, при этом меры принимаются, но вы о них не рассказываете. О том, как замечательно сами же жители, которые имеют дома вдоль этой реки, сами же жители туда все и сбрасывают прямотоком, да. Ну, такая же ситуация у нас в районе Сельмы. Вот Л-2, или как он называется, да, этот, значит, приток, который впадает потом в Верхнее Озеро. И потом все пишут, Алиханов, спаси, значит, мертвых уточек, да, при том, что он просто полгорода ходит туда, как к себе, вот, ну, в санузел. Почему до сих пор не демонтированы, не затампонированы все эти трубы, которые выпускаются из частных домов на Сельме? Там вот поселочек такой, да, вдоль этого ручья, и все идет прямотоком туда. Дома за, там, десятки миллионов рублей построены. У них нет денег на то, чтобы септики себе купить и оплачивать их вывоз. Затампонировать все и контролировать, и жестче, пожалуйста. И я прошу огласить и показать нам, это же открытые вещи, да, они же в суде будут рассматриваться, все эти ваши акты административные. Ну, давайте покажем, кто, в конце концов, отвечает за то, что утки дохнут на верхнем озере, на нижнем озере. Покажем этих людей, их лица, владельцев этих домов. Я считаю, что вы, юридически все отрабатывая, недостаточно кровожадные в плане, ну, скажем так, публичной сферы. Вы покажите, пожалуйста, всех этих людей. И я требую скорейшего принятия мер, полесной. Значит, это второй пункт. Третий пункт – это озеро в Парте Победы. Значит, я требую еще раз Василия Сергеевича. Я не знаю, сделали вы что-то или нет, может, вы ответите сейчас. Мы же с вами знаем, что ряд предприятий и коммерческих структур, и дома там сбрасывают в этот ручей, который идет вдоль Гвардейского. И дальше у нас белого цвета опять озеро. Я прошу, я готов лично сам в этом участвовать, я хочу видеть работу, просто вот. Я хочу видеть экскаваторы, я хочу видеть вскрытие этих трупов, я хочу видеть тампонирование этих трупов. Я потом хочу посмотреть, что у них будет происходить на их предприятиях и в их домах, как у них там фонтаны будут в другую сторону бить. Это глобально одна история. Вторая история – это прочистка рек. Что у Вас с рекой Лесной? У Вас есть ПСД на ее расчистку? На реку Лесну есть у нас, соответственно, на ПСД. Значит, я прошу Вас подать заявку в рамках формирования бюджета, по-моему, 80 или что-то такое, да, миллионов рублей на полную ее расчистку требуется, потому что она уже утратила возможность сама себя восстановить. К сожалению, столько и в нее гадили там на протяжении этих лет всех. И что самое удивительное, мало кто об этом знал, но детсады, школы тоже все туда выпускали в реку все это. И до того, как мы коллектор ввели там позапрошлым году в эксплуатацию и врезали туда в том числе соцсунижение, все ходили в эту реку. Значит, пожалуйста, Минфину предусмотреть эти средства на следующий год, чтобы обязательно эту реку привести в соответствие. Василий Сергеевич, деньги не должны быть потрачены впустую. Если мы сейчас ее очистим, уберем эти игловые отложения всего этого, значит, гадости всей этой, которая туда лилась все эти годы, но при этом не перекроем сбросы, то грош цена этой работе. Зачем ее вообще делать тогда? Значит, я прошу как можно скорее завершить конкурсную процедуру на расчистку Гагаринского ручья и Ялтинского пруда. Я знаю, что у вас уже готово ПСД, мы выделили деньги для того, чтобы начать эту работу в этом году. Я прошу это сделать как можно быстрее. И наше учреждение, которое занимается размещением центра по торгам, тоже Виктор Славович проконтролирует, чтобы как можно быстрее эти торги состоялись. Надо приступать уже в этом году, начинать расчищать. Мы должны завершить работы по строительству новых очистных сооружений в Гуревском районе в этом году, у нас вводной объект. Да, Черномасов, киевни, пожалуйста. Да, в этом году. Значит, у нас главный загрязнитель Гагаринского ручья это Гуревский водоканал. Значит, мы в этом году завершаем работы. Значит, в этом же году, сейчас, в сию секунду, начинайте расчистку. Новые очистные поставил себе Мираторг. Да, то есть там тоже нужен контроль. И я прошу, Василий Сергеевич, выводить на новый уровень контроль за соблюдением этого законодательства по водным объектам. Потому что это становится уже просто вещью, которая отравляет всем нам жизнь в ежедневном режиме. И такую же работу я прошу провести по парковому ручью. Проектно-смертная документация, полный проект расчистки, начиная от территории от Верхнего озера, от башни Врангель и до самого упора, до впадения в пригод. Через территорию Центрального парка, через территорию нового Центрального парка, бывшей территории Старого немецкого кладбища. И у меня вопрос. Я не знаю, что там вы посмотрели, не посмотрели. Вот замечательное кафе «Мама», которая каким-то образом в свое время получила землю, собственность, зарегистрировала объект капитальный прямо на входе в Центральный парк. А куда они сливают свои отходы? Антон Ильич, я готова ответить. Значит, кафе «Мама» и водоснабжение, водовыпуски делает в сеть водоснабжения и в уход с водоканализацией, который в Центральном парке. У нас основной договор Центрального парка с водоканалом, а у них договор субарендой. Это мы проверили, это мы изучили. Хорошо, но вонь, как будто ты в общественном туалете, вот я хожу там периодически, все равно есть. Я хочу тогда понять, где то место, что это, зоопарк сливает что-то или что. То есть давайте уже перестанем прятать голову в песок и займемся нормальной этой работой и будем наказывать. Если это наше учреждение, ничего страшного, давайте выделим на это деньги. Зачем? Ну не бегите от проблемы, сделайте уже что-нибудь. Я, вот Василий Сергеевич, во-первых, я вам поставил задачу сейчас, то есть этот год и следующий, вы должны показать результат, и этот результат должен меня и жителей устроить. Я очень надеюсь, что вы меня услышали. Последнее как бы предупреждение к началу этой работы. Значит, максимальная юридическая жесткость и максимальные меры в отношении каждого нарушителя. Никакой пощады никому. Физлица, юрлица, значит, нужен результат. Я устал получать от жителей, которые живут там в Балтровне, в Московском районе, жалобы на реку Лесную. Вы мне рассказываете, как вы, значит, эпически нашли на участке 100 метров 63 выпуска. У меня в голове это не укладывается, что вы их затампонировали. Молодцы, но река от этого как бы не перестала загрязняться. Значит, есть еще нарушения. Прошу эту работу усилить и информационный блок сопроводить тогда максимально тоже. Винтон Антонович. Да, спасибо. Так, Трусинева, Услана Сергеевна, об организации питания школьников в 2020-2021 учебном году. Уважаемый Антон Андреевич, уважаемые участники, разрешите представить информацию о бесплатном горячем питании в школьных столовых. Обеспечено горячим питанием у нас около 108 тысяч школьников или 89% от общей численности обучающихся. С 1 сентября 2020 года все обучающиеся начальных классов, а также льготная категория учащихся 5-11 классов, обеспеченные горячим питанием за счет средств федерального и областного бюджета. На эти цели в 2020 году было предусмотрено из федерального бюджета чуть более 162 миллионов рублей, из областного бюджета 116,5 миллионов рублей. В 2021 году бюджет изменился, это уже более 1 миллиарда рублей из всех источников по структуре расходов 940 миллионов. Это непосредственно питание школьников, 42 миллиона это ремонт пищеблоков, 48 миллионов это приобретение технологического оборудования. С 1 сентября 2021 года для всех учащихся увеличен норматив питания на 3,7%. Разработано Институтом отраслевого питания города Москва. Общее двухнедельное типовое меню для обучающихся 1,4,5,11 классов при 5-дневной и 6-дневной учебных неделе. Новое меню соответствует нормам нового СанПИНа, который действует с 1 сентября текущего года. В состав меню включены продукты со снежным содержанием насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли. С 1 сентября будет действовать также специализированное меню для детей, посещающих общеобразовательные организации и нуждающихся в лечебном и диетическом питании по следующим видам заболеваний. Непереносимость лактозы, аллергии на молочные продукты, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта. На укрепление материальной и технической базы пищеблоков было выделено 90 миллионов рублей. Приобретено технологическое оборудование на сумму 48 миллионов рублей. Данное оборудование было поставлено в 96 школ региона. Также в 13 школах в 8 муниципальных образований были проведены капитальные ремонты. В прошлом году через портал государственных услуг осуществлялся мониторинг обращения в качестве бесплатного горячего питания. В общей сложности поступило 481 обращение. Большая часть из них была, 119 обращений, связана с жалобами на холодные блюда и вкус. После консультации с Россоборнадзором Калининградской области были приняты меры и выделены средства на приобретение технологического оборудования, такое как мармиты, электроплиты, парконвектоматы, которые бесспорно позволят нам эту задачу разрешить. Но несмотря на то, что в 2020 году старт был такой, ну, неожиданный для нас включение в этот проект питания всей начальной школы за счет бюджета, тем не менее, все равно 63% обращений имели положительные отзывы. Данный мониторинг продолжится и с 1 сентября 2021 года. Сейчас в рамках подготовки к новому учебному году и по результатам прошедшего учебного года разработан ряд мероприятий, которые позволят нам осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг по питанию. В первую очередь это активный родительский контроль, это совместные обучающие мероприятия с управлением Роспотребнадзора. И нашим участием это мониторинг сайтов общеобразовательных организаций на предмет наличия самого меню, фотографии и фотоотчетов контрольных блюд, это анкетирование родителей и обучающихся, и организация производственного контроля в пищеблоках общеобразовательных организаций, также разъяснительная работа по здоровому образу жизни, правильному питанию с обучающимися и родителями учащихся школы. Также у нас организована рабочая линия, вся информация представлена в открытых источниках, куда любой человек может обратиться с той проблемой, с которой он столкнулся по питанию его ребенка. Также действуют горячие линии Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования. Ну вот вкратце все. Спасибо. Значит, что бы я хотел сказать. Мы недавно с Еленой Ивановной обсуждали вопрос. Мы договорились с городом, что у нас прекратится практика прямых договоров по питанию. Значит, и что мы перейдем на процедуры аукционные, конкурсные и так далее. Значит, последний аукцион по 58-школьной артиллерийской показал, что если условия, критерии проведения этих торгов будут такими, какими они были на этой школе, то у нас, давайте прямо называть вещи своими именами, кроме компаний «Русский пир» и аффилированных с ними компаний, никого не останется. Меня эта ситуация не устраивает категорически. Значит, ситуация, когда критерием в части опыта является количество контрактов, уничтожит малый и средний бизнес на корню. То есть она приведет к монополизации. А дальше, соответственно, к тому, что мы просто перестанем иметь возможность влиять на эту ситуацию как-либо. И ухудшение качества, не ухудшение качества, мы будем просто в ситуации, когда мы не можем ничего с этим сделать. Значит, мы с Леной Ивановной уже на эту тему поговорили. Значит, я прошу эти критерии соответствующим образом изменить. То есть не может быть такой ситуации, когда у тебя требования... Ну, чем больше контрактов, тем больше шансов победить. Все. То есть это приведет к тому, что малые компании, у которых, не знаю, 10 контрактов, никогда не победят, потому что у других 110. И все. Это приведет к тому, что одна за одной, одна за одной все эти школы окажутся в одних руках. Это неправильно. Это неправильно, категорически неправильно. То есть, ну, ровно другого мы пытаемся добиться. Значит, нормальная конкуренция и так далее. Значит, и вопрос соотношения ценового, ценового, как бы, компонента цены должна тоже вырасти, да. То есть, ну, нельзя 70 на 30, тогда уже вообще никаких вариантов нет. И отсечку делать надо по-другому. И отсечку не делать, и учитывать все контракты, а не только там 50 процентов от стоимости того, которое разыгрывается. Иначе в крупных школах тоже никто никогда не сможет зайти в крупную школу. Значит, я знаю все про эту ситуацию. Я знаю всех действующих лиц и все фамилии. И прошу очень внимательно к этому всех ответственных лиц отнестись. Значит, если я вдруг увижу реально какой-то опять лоббизм или какие-то игры, и в попытках меня обмануть и не выполнить мое поручение о том, что необходимо создать нормальные условия для нормальной конкуренции, значит, я буду вынужден прощаться с такими людьми или обращаться к правоохранительным органам в том числе. Поэтому я прошу всех очень внимательно ко мне прислушаться. мне нужны нормальные торги с нормальными условиями. Я прошу, Елена Ивановна, вас проконсультироваться с ФАС нашим для того, чтобы обеспечить конкурентность этих торгов и возможность заключения. Да, и с максимально широким кругом, а не монополизацией. Вопросы аффиляции, да, ФАС России тоже очень замечательно контролируют. Когда у нас торги, там, и заявки на 10 компаний с одного компьютера, переписки с почты, все остальное, это все, и переписки в Ватсапе и во всем остальном являются доказательствами. И ФАС замечательно, спасибо им большое, они замечательно научились все это, как бы приходить вместе с коллегами из Федеральной службы безопасности и все это контролировать. Молодцы. Но надо изначально с ними договориться о том, как сформулировать условия торгов таким образом, чтобы потом, они, зная и понимая, как мы это формулируем, тоже были согласны с этими подходами, чтобы мы потом не получали оспаривание и всего остального. Потому что, если в противном случае, ну, знаете, лучше опять отказаться от этих торгов, если они будут проводиться под такими критериями. Понятно? Значит, все понятно, Антон Андреевич, понимаете. Я могу сказать о том, что во втором полугодии этого года первый раз были объявлены торговые процедуры на выборы организатора общественного питания, и мы их провели. Дальше, с июля этого года проведение торгов будет проходить не каждой школой, а централизованным закупочным органом. Следующие торги мы объявим 13-14 сентября. Они будут проводиться для 26 школ. И, естественно, критерии, о которых вы сказали, они будут все учтены при прописывании критериев по отбору организации. Торги проводятся в форме конкурса, все понятно, все будет учтено, торги будут конкурентными. Хорошо. Антон Андреевич, у нас в нашем постановлении в порядке представления субсидий на горячее питание обучающихся предусмотрен просто конкурентный способ закупки. Там неопределены критерии, по которым отбирается поставщик. Это уже полномочия муниципальных образований. Я вас услышала, мы сейчас проанализируем. Я слышу, я все слышу. Как это произошло в 58-й школе города Калининграда? 70% доли оценки итоговой это опыт, 30% это цена. То есть даже если я, малая компания, предложил 0 рублей, то есть я просто бесплатно буду всех кормить, это не играет никакой роли. Но если у меня, например, 10 контрактов, а есть другая компания, которая выходит с 50 контрактами, все, меня нет на этих торгах. И у нас произойдет монополизация через полгода. Одна группа будет контролировать все. Меня эта ситуация не устраивает. Я считаю, что нужно поставить ограничения по контрактам, сказать, что там считается, ну в каких-то пределах, в пределах 10 контрактов считается. И все. То есть верхнюю границу какую-то обозначить, за которой уже не имеет значения их 10 или 110, поставить такую. И цена контракта, то есть если это крупная школа, то человек, который участвовал в том, чтобы питал другую школу, более маленькую, там, точнее, менее крупную, да, он не может туда зайти, потому что там 50 процентов цены, отсечка. То есть если там играется, ну вот как в случае с этой конкретной школой, там 6,5 миллионов рублей, то там, если у тебя был контракт меньше, чем на 3,250, то ты не допускаешься вообще. Он не учитывается, этот контракт в принципе. Это тоже малый бизнес убивает. Я как раз, когда мы говорили о том, что это конкурентные закупки, говорил о том, что у нас должна быть возможность дать малому бизнесу, нашему, калининградскому, в этом во всем участвовать. Я понимаю, что «Русский пир» уже тоже давно калининградская компания, но я не собираюсь создавать ситуацию, по сути, псевдо-конкуренции, которая в итоге убьет огромное количество малых компаний и приведет нас к монополизации. На этом рынке монополизация ни к чему хорошему не приведет, только по-плохому. Антон Андреевич, должно быть 3-4 крупных игрока на этом рынке. Но, как показывает практика, да. У нас сейчас сколько их? У нас сейчас больше, чем 3-4 игрока. Лучше в общем сложности 32 поставщика. 7-8. Я не вижу проблем. Практика. Еще раз, я не вижу проблем. Секунду, я не договорил. Значит, у нас, я очень подробно знаю структуру этого рынка. И компания «Русский пир» не участвовала в торгах на 58-й школах, но победила компания, которая по факту является продолжением компании «Русский пир». Ну, это аффилированная с ними компания. И, как бы, потом рассказывать мне басни о том, что это разные компании, не надо. Я, еще раз, я хочу сохранения того малого бизнеса, да, и доступа этого малого бизнеса, и иметь возможность другому малому бизнесу тоже выходить на этот рынок. Это не вам, Лео Саныч, решать, 3-4 игрока там должно быть, или 6-8, или еще сколько-то. Да, то есть, если у вас есть какое-то мнение относительно того, что нужно кормить как-то по-другому, давайте создадим тогда, извините, ГБУ, и пусть она тогда всех кормит. Псевдо тогда конкуренции, псевдо решений не нужно принимать. Я считаю, что это вполне себе конкурентный рынок. У нас есть нормальные компании, которые на этом рынке работают уже многие годы. И они должны иметь возможность сохраниться на этом рынке и в честной конкурентной борьбе завоевывать себе право на эти контракты. Вот и все. А будет их 3, или 4, или 5, или 6, или там, не знаю, 7-8, совершенно не важно. У нас 160 с лишним объектов образования школьного, и здесь вполне хватит места и пространства для большого количества мелких компаний. Ничего страшного. Я в этом не верю. У нас позиция была, что мы против того, что тот же самый русский пир, условно, участвует кучей юридических лиц, размывая свою ответственность за потом качество питания, потому что всегда происходит, расхлобывается какую-то мелкую ИО, а головная структура ничего там, никакой ответственности не несет. Мы говорим, идем в идеологии того, и хотели бы идти в этой идеологии, что у нас есть 5-6-7 крупных именно лиц, которые питают не одну школу, а блок, школу, но при этом отвечают за каждую свою ошибку. Спасибо. Ваш непосредственный руководитель, я, то бишь, являюсь руководителем рабочей группы по поддержке малого и среднего бизнеса. И я с удивлением выяснил, что закупочные процедуры в нашем регионе, в его региональном центре в городе Калининграде построены таким образом, что в принципе можно ед поставщика, то есть сам вот сидит, там мэр, глава администрации, Дятлова, и говорит, так, я решу дать Васе Иванову, значит, Васе Васюнину или Васе Петрову контракт на конкретную школу. Я считаю, что это коррупционная составляющая, это неправильно. Мы от этого ушли, ушли, вышли на торги. Конкурентные условия на этих торгах сформулированы таким образом, что это через шаг приведет к полной монополизации этого рынка. Я высказываюсь против этого, потому что я торговую процедуру просил декоррумпировать, да, то есть мы как бы убрали прямые контракты, мы ее декоррумпировали, но при этом создали условия через критерии, которые ведут к монополизации. Ровно то, о чем Вы сказали, я не хочу монополизации, но если условия будут сохранены в таком виде, то Илья Александрович будет не 3-4, не 5-6, не 7-8, а 1. Значит, я требую этого не допустить. Если Вы вдруг не справляетесь, если Вы видите, что это невозможно в рамках этой конкурентной процедуры, у Вас сейчас по какой-то причине, ну тогда это еще хуже, чем гипотетическая, а может быть отсутствующая, не знаю, коррупция при назначении едпоставщиков, но при этом разных, давая возможность сохраниться другим малым компаниям. Я ясно изъясняюсь, да? Хорошо. Андрей Ильич, все консультации проведем, и я Вам доложу. Да, хорошо. Спасибо. Так. Ну и просто, коллеги, чтобы Вы понимали, все, что говорится в этом регионе, в нашем регионе, я знаю. Поэтому поведение отдельных игроков этого рынка меня крайне смущает. Я очень надеюсь, что мне не нужно будет больше выписывать никому никаких предупреждений. Потому что в следующий раз я просто буду бить по голове сразу. Ну, другие люди будут, как бы, да, действовать в рамках юридических уже процедур. В рамках расследований, антикоррупционных всяких инициатив и так далее. Здесь один руководитель исполнительной власти, это я. И будет так, как я сказал, будет конкурентно и с возможностью доступа для всех без преимуществ для кого бы то ни было. По-другому не будет. Если кто-то думает по-другому, то ему не место в этом регионе. Договоренности, значит, в кабинетах или еще где-то, это про другой какой-то регион, не про Калининградскую область. Так, Трусенева, продолжайте. О завершении летней оздоровительной кампании на территории Калининградской области в 2021 году. Спасибо. Летняя кампания у нас стартовала в этом году с 1 июня, и завершение ее планируется 30 августа 2021 года. В 274 детских лагерях летние смены завершены, еще в 25 организациях продолжают отдыхать дети. В летний период работало 299 организаций, все, которые предварительно были включены в реестр, это 14 загородных лагерей и центров, 284 лагеря с дневным пребыванием, один лагерь труда и отдыха. По сравнению с прошлым периодом на 24 лагеря у нас работало больше. Если говорить о финансировании, то в текущем году чуть более полумиллиарда рублей было направлено на организацию отдыха наших детей. На проведение текущих ремонтов сумма была выделена 87 миллионов рублей, и также на различные меры соцподдержки 117 миллионов рублей. Также дополнительно выделялись средства на обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий в объеме 8,7 миллионов для проведения лабораторных исследований сотрудников на коронавирусную инфекцию. Вся кампания проходила и проходит с соблюдением санитарных норм и правил. В лагерях имелся достаточный запас всех срез, бесконтактных термометров, рециркуляторов воздуха. Перед началом летних смен в загородных сменах было проведено, в загородных лагерях было проведено 1789 обследований сотрудников на коронавирусную инфекцию в лагерях с дневным пребыванием, 4898 обследований. Приняты противоэпидемиологические меры и оперативное взаимодействие специалистов, управление Роспотребнадзору, Министерство здравоохранения и учредители лагерей позволили провести нам летнюю оздоровительную кампанию без срывов летних смен и избежать массовых очагов заболеваний. Были обращения за первичной медицинской помощью 23 ребятам, она была оказана, 11 были госпитализированы, но все прошло в штатном режиме. В летний период текущего года в соответствии с планом проверок было осуществлено более 50 проверок управлением Роспотребнадзора по Калининградской области, управлением МЧС России, Министерством образования и прокуратурой Калининградской области. Есть отдельные предписания, составлены акты, над ними мы сейчас работаем над устранением этих замечаний. Кадровое обеспечение осуществлялось более чем 5 тысячами сотрудников, в том числе 4 тысячи педагогических. Обеспеченность лагерей и медицинскими работниками, и прочими сотрудниками была обеспечена в полном объеме. Если подводить в целом все итоги летней оздоровительной кампании, то нам удалось 98% от общего числа несовершеннолетних проживающих в регионе охватить различными мероприятиями. Это и оздоровление детей с родителями, оздоровление детей в санаториях, санаторно-оздоровительных центрах, отдых в загородных, пришкольных лагерях. Работали специальные смены для ребят с особыми возможностями здоровья на базе шести школ и интернатов. Были организованы различные профильные смены для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, состоящими на различных видах профилактического учета. Реализовывались различные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной, технической направленности, естественно, научной, художественной, туристко-краеведческой, общеразвивающей программы для наших ребят. Активными формами отдыха в летний период было охвачено порядка 40 тысяч подростков. Это и спортивные мероприятия, экскурсионные походы и слеты, работа в пришкольных трудовых объединениях, бойцы студенческих трудовых отрядов, временно трудоустроенные ребята в летний период областной службы занятости, ребята, вовлеченные в волонтерскую деятельность, в деятельность дворовых площадок, досуговую деятельность кружков и различных клубных пространств. Сотрудниками управления МЧС России по Калининградской области было проведено 119 профилактических мероприятий, большинство из них, конечно, в удаленном формате, по пожарной безопасности и профилактические мероприятия по безопасности на водных объектах. Также управление МВД России по Калининградской области провело 394 профилактических мероприятия по вопросам безопасного поведения, профилактики и недопущения преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних. Традиционно в летней кампании задействованы были все государственные центры на базе кванториума, который располагается на двух точках. Это на базе Балтийского федерального университета и морской кванториум на базе Музея мирового океана. Были организованы работы сезонной инженерной школы для школьников, на базе IT-куба проведены профильные летние смены, посвященные теме покорения космоса, исследования океана и городу будущего. Также Центр развития одаренных детей провел 8 смен, в общий охват 800 детей, в разных тематических сменах. Главное для нас, что прошла апробация новых программ в рамках создания регионального центра по модели образовательного центра «Сириус», который мы, собственно говоря, 1 сентября уже и будем презентовать в штатном формате. Различные активности наших ребят и молодежи, активисты российского движения школьников проявили себя в качестве волонтеров в детских лагерях на различных площадках. Это и «Алые паруса», и «Паруса надежды». Приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лига вожатых». Меры поддержки семьи реализовывались у нас по двум направлениям. Это меры, которые были озвучены посланием президента по возврату денежных средств в размере 50% от оплаты стоимости путевок. Всего 4600 родителей, купившие путевки в детские лагеря Калининградской области, за весь сезон вернут себе 50% стоимости путевки. На сегодняшний момент 3150 родителей уже получили данные выплаты. Выплата производится по результатам завершения смены загрузки всей документации. Средняя сумма возврата составила 11 067 рублей, и еще 1450 родителей получат по завершении смены отдыха детей данные меры соцподдержки. Прием заявлений будет продолжаться до 20 октября, поэтому я думаю, что все, кто планировал это сделать, сможет воспользоваться данной мерой соцподдержки. Понятно, что сегодня мы говорим о том, что летние лагеря нуждаются в дальнейших мерах поддержки путем проведения капитального ремонта, реконструкции, строительства. Прорабатываются различные схемы решения, готовятся новые концепции по строительству лагерей на территории бывших лагерей Зои и Шуры в Светлогорске. Завершается экспертиза нового корпуса в Центре развития одаренных детей. Разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт практически во всех загородных оздоровительных лагерях. В целом, лето прошло у нас в плановом формате, и я благодарю всех коллег, это и управление Роспотребнадзора, и Министерство здравоохранения, управление МЧС, УМВД, всех глав муниципальных образований, балансы держателей лагерей за оперативное и слаженное взаимодействие. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос по поводу Зои и Шуры. Я правильно понимаю, что ПСД подготовлена, но она с учетом других решений архитектурных, более качественных и подорожания материалов, она сильно дороже стала, теперь нам нужно заключение нового консессионного соглашения. Правильно? Это не по Зои и Шуры, это лагерь, который... Смирнова. Смирнова. Смирнова, да. Я так понимаю, уже где-то... Василий, кто? Расторгли уже? Да. Расторгли. И сейчас вот мы в стадии заключения нового консессионного соглашения. А деньги нынешнего года, которые... Уже инициатива подана? Да. Да? Все есть, да. Мы ждем, да? Хорошо. У меня вопрос, Илья Александрович, а мы забрали у МВД лагеря имени Дзержинского? Мы их объединили в единый сейчас участок Зои и Шуры и Дзержинского. Да, Светлогорск должен утвердить все эти проекты. Зои и Шуры присоединились с этим. Да, это единый массив. У нас будет один большой проект, как бы, падает. Все понятно. Концепция уже есть, но готовы вам представить. Давайте, представляете, и надо тогда проектировать его и начинать делать, потому что запрос на детский отдых очень большой. Хорошо. Так, ладно. Здесь вроде все неплохо. Светлана Сергеевна, давайте о готовности, собственно, образовательных организаций к началу учебного года доложить нам. Система общеобразовательных организаций у нас включает 177 организаций с учетом уже новой школы 58-й. Это 9 областных школ, 160 муниципальных школ и 8 частных школ. Все организации, представленные к проверку готовности к новому учебному году, все приняты. Численность обучающихся в текущем году у нас составит чуть более 121 тысячи человек, что на 3,5 тысячи превышает численность состав прошлого года школьного населения. 50% обучаются у нас на ступени основной школы, 5-й и 9-й классы, 8% на старшей ступени. И в начальной школе у нас обучается 43% обучающихся. Первый класс на сегодняшний момент по данным учета подано и принято 14 120 будущих первоклассников. В первую смену в текущем году у нас будет обучаться 99,8 тысяч человек или 82% от общего числа учащихся. Во вторую смену обучение будет осуществляться в 48 школах региона, традиционно в наших четырех муниципалитетах – Калининград, Гурьевск, Балтийск и Черняховский городские округа. На реализацию мероприятий по подготовке образовательных организаций было выделено около миллиарда рублей. Все расходы прописаны на слайде. Основные мероприятия за счет средств областного бюджета можно систематизировать по нескольким направлениям. Это капитальный ремонт кровель. В 8 общеобразовательных организациях, в 7 муниципальных образованиях были проведены эти ремонты. Капитальные ремонты фасадов завершены в 8 общеобразовательных организациях на территории 6 муниципальных образований. В 6 школах 5 муниципальных образованиях проведены ремонты спортивных залов. В 13 общеобразовательных организациях 8 муниципальных образований отремонтированы помещения столовых, пищеблоков и буфетов. Капитальные и текущие ремонты помещений произведены практически во всех образовательных организациях, но в большом объеме это коснулось 8 школ, 7 муниципальных образований. Благоустроена территория в 6 общеобразовательных организациях, 6 муниципальных образований. В 7 общеобразовательных организациях 4 муниципальных образований проведены мероприятия по оснащению помещений системой видеонаблюдения, системой контроля, управления доступом, охранной и пожарной сигнализацией. В целях обеспечения безопасности образовательного процесса во всех учреждениях установлены автоматические пожарные сигнализации, кнопки экстренного вызова полиции, камеры видеонаблюдения, периметральные ограждения и освещение территорий. Традиционно охрана объектов будет осуществляться тремя способами. 2% организаций заключили договора с ГУП охраны Росгвардии, 49% с частными охранными предприятиями, которые имеют лицензию на данный вид деятельности, и 49% организаций имеют штатных сотрудников в учреждении для обеспечения безопасности общеобразовательных организаций. Материально-техническое состояние школьных столовых на сегодняшний момент отвечает всем современным требованиям. В 2021 году закуплено технологическое оборудование для столовых и пищеблоков для 96 школ в 17 муниципальных образованиях. Обновлены электрические плиты, котлы, морозильные камеры, мармиты, посудомоечные машины. Также в 2021 году пополнился библиотечный фонд. Количество закупленной учебной литературы в общей сложности почти 300 тысяч единиц. Все общеобразовательные организации обеспечены учебниками и методическими материалами на 100%. С 1 сентября 2021 года организована перевозка на более 15 тысяч школьников. Перевозку будет осуществлять 291 автобус. На сегодняшний момент все маршруты согласованы. По нескольким из них еще проходят согласительные процедуры. Но до 30 августа все работы будут завершены. Если подвести пятилетний период обновления фонда, то нам удалось 173 единицы школьного автобуса за пятилетний период заменить. Также в текущем году мы ожидаем еще поставку школьных автобусов в количестве 49 единиц. Это позволит нам полностью снять с перевозки автобусы старше 10 лет. Основной момент, понятно, при старте нового учебного года, это обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций. На сегодня в системе около 6 тысяч педагогов. По состоянию на 20 августа мы фиксируем 109 вакансий учителей. Но они незначительные. От нагрузки в 4 часа в неделю до 22 часов. Если не будет физических лиц, то, конечно, эта нагрузка будет распределена между действующими педагогами. И учебная программа будет реализовываться в штатном режиме. Надеюсь, что выплата, которую вы определили для работников образовательных организаций, тоже будет стимулом для их трудоустройства до 1 сентября 2021 года. В рамках обеспечения педагогическими кадрами в текущем году были приняты меры социальной поддержки студентов с непедагогических специальностей и меры по трудоустройству молодых педагогов после завершения обучения. На сегодняшний момент заключение реальных договоров и трудоустройства осуществляется. Хотелось бы здесь отметить ряд муниципалитетов, которые активно в этом участвуют. Это городской округ, город Калининград, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Полесский, Светлый, Черняховский, Зеленоградский городские округа. Остальным коллегам, конечно, надо тоже подтягиваться, потому что решение кадровых вопросов – это перспектива развития территории, это молодые люди, семьи и дети. Самая сложная ситуация, ну, я думаю, что, наверное, позиция глав еще не сформировалась. Традиционно у нас это наши малые городские округа, Мамонова, Ладушкин, Пионерский, ну, и наши отдаленные друзья – это Краснознаменский городской округ, которые пока в эти проекты не зашли. Еще одна мера поддержки педагогов – это единовременная денежная выплата на приобретение живого помещения для учителей. В настоящий момент уже сформирован реестр педагогических должностей для получения жилищного сертификата. Сегодня мы имеем заявки от 15 муниципальных образований. Ну, срок подачи до 31 августа включительно, 21 года. Очень большой интерес, вы тоже видите много откликов, пожеланий. Все это мы учтем уже в следующем периоде после реализации этого года. Хочу доложить вам тоже и по выплате денежных премий, денежных единовременных выплат к началу учебного года. На сегодняшний момент, что касается детских дошкольных образовательных организаций, получить эту выплату должны были 6678 работников, 2402 работника уже получили в школах. Из 8834 получили 3135 человек в учреждениях дополнительного образования. Из 1908 558 человек. Ну, у нас самый крупный работодатель, это город Калининград, сейчас заканчивает оформление документов. После того, как они произведут выплату, конечно, все эти истории, цифры изменятся. У нас плановое число 24 августа, когда мы завершим выплату по первому траншу и 27 августа по второму решению, которые были приняты. Это вспомогательный персонал? Да, да. До какого числа закончили? До 26 августа. Хорошо. Это связано с внесением изменений в постановлениями и нормативными сроками, да. Значит, также у нас были подведены итоги конкурса по лучшим учителям, 40 человек, но определено экспертной комиссией, и тоже до 1 сентября по 50 тысяч рублей им будет перечислено на счета. Большая работа уже сегодня планируется по созданию педагогических классов. Мы понимаем, что, собственно говоря, подготовка педагогов должна начинаться в школе, со школьной скамьи. Есть хорошее взаимодействие с нашим Балтийским федеральным университетом в рамках реализации регионального проекта «Звезда будущего». Опять же, активность муниципалитетов разная, включенность в эти направления. Но мы ведем работу, надеюсь, что отклик у глав муниципальных образований тоже в конечном итоге это дойдут. И надежда на то, что в муниципалитет с большей вероятностью приедут люди из других территорий, нежели сформировать свое сообщество. Людей, которые будут работать, ну, думаю, когда-то изменится. На сегодняшний момент с управлением Роспотребнадзора по Калининградской области у нас согласованы все правила при старте нового учебного года. Более того, у нас есть утвержденные санитарные нормы и правила. Все организации обеспечены всем необходимым. Для начала будут проведены противоэпидемиологические мероприятия. Это генеральная уборка, это проверка всех утренних фильтров и всего, что задействовано при их проведении. Это усиленный дезинфекционный режим, наличие средств гигиены в каждой образовательной организации. Также мы будем работать и учиться по классной системе. Ребятам не будет разрешено перемещаться по школе. Работники школы будут находиться в средствах индивидуальной защиты. Работники по щеблоках, в масках и перчатках. Разрабатываются расписания уроков. Будет плавающий график посещения, входа в образовательную организацию. С учетом всех выводов начала прошлого учебного года, надеюсь, что все пойдет штатно. На сегодняшний момент во всех общеобразовательных организациях заключены договоры на медицинское сопровождение с учреждениями здравоохранения. Закуплены все необходимые средства для старта. Хочу проговорить по вакцинации. На сегодняшний день процент охвата вакцинации сотрудников образовательных организаций составляет 69%. Но мы считаем, что это не финальная точка. То есть мы продолжаем вакцинироваться. Поэтому количество вакцинированных на сегодняшний день дает нам основание к старту в штатном режиме нового учебного года. Спасибо за внимание. Ну и естественно, что сводные отчеты, готовность и доклад отправлены в Министерство просвещения Российской Федерации и приняты. Хорошо, отлично. Есть вопросы какие-то к Снас-Регану? Нет. Учителя, которые устраиваются после 20 августа, получат выплату? Учителя, которые устраиваются после 20 августа? Конечно. Мы сейчас... То есть вы поправили и это тоже? Да, мы поправили до 1 сентября, как вы и проговорили. Хорошо. Так, и выплата вот этих полутора миллионов на учителя для приобретения или там улучшения жилищных условий. Меня тоже там одолевают некоторые учителя относительно предметников других. Планируем ли мы расширять на следующий год или нет? Конечно, вы планировали это делать по итогам реализации этого года. То есть сейчас мы подведем итоги. Есть еще и другие моменты, не только предметы по критериальности отбора. До 31 августа мы уже будем иметь картину по кандидатам текущего года. В сентябре примем окончательное решение. И я подготовлю вам предложение. Да, предложение по корректировке этой процедуры всей, да? Я так понимаю, что есть какие-то нюансы. Хорошо, но я прошу тоже других министров иметь в виду, что мы в следующем году планируем расширить это и на культуру, и на социалку, и на спорт. То есть, чтобы вы тоже тогда с Светлана Сергеевна этот вопрос обсудили, и может быть какие-то нюансы в ваших отраслях. Опять у кого-то микрофон включился. Да, выключили, окей. Значит, учли, чтобы мы в следующем году могли решать вопросы жилья для всех работников бюджетной сферы. Клик очень большой, очень большой. То есть, это реально, мне кажется, схема, которая позволит нам укомплектоваться. А и можно еще одно момент, я забыла проговорить, про 1 сентября. 1 сентября у нас пройдут торжественные линейки для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. Продолжительность их будет не более 30 минут. Пройдут они у нас на открытом воздухе. Много вопросов поступает от родителей. Конечно, они будут участниками этих мероприятий, но с соблюдением дистанции от детей не менее двух метров. И рекомендуем, конечно, иметь средства индивидуальной защиты. Также напоминаю главам и обращаясь к управлению ОМВД России по Калининградской области. Понятно, это особая дата, особое мероприятие в этот год, чтобы были приняты все меры безопасности для проведения данных торжественных мероприятий для наших ребят. Спасибо. Спасибо. Светлана Сергеевна, сколько мы тратим на электронные сертификаты на домообразование ежегодно? На самом деле система электронных сертификатов, она у нас в большей части безденежная. На сегодняшний момент только порядка 10% имеет именно движение по электронному сертификату. Ну, неважно, сколько средств мы тратим на электронные университеты. 52 миллиона. 52 миллиона. И то есть я правильно понимаю, что родитель может выбрать одно какое-то, один, условно говоря, кружок, и ребенок занимается бесплатно, а второй, там и все последующие, все платные уже, да? Да, да. Ну, всего 52 миллиона на весь регион? Да. Так немного? Ну, остальное, оно идет в штатном режиме. Это не значит, что система дополнительного образования, она финансируется по, ну, муниципальным государственным заданиям. И есть часть этого задания, которое реализуется в виде электронных сертификатов. Это только часть. Он доступен всем или нет? Да, конечно. Всем жителям региона? Да, конечно. Каждому ребенку? Да, конечно. И 52 миллиона нам достаточно для обеспечения каждого региона? Нет, это недостаточно, это надо увеличивать. Поясните. Просто это фактические расходы, исходя из того, кто обратился или кто не обратился? Нет, это то, что мы смогли отобрать, ой, то, что мы смогли передать из муниципального задания на общие торги. То есть, вот, условно говоря, есть дом детского творчества, у него, допустим, на 100 детей предусмотрен объем муниципального задания. Мы говорим о том, что 10% от этого задания мы передаем в общую систему, и она разыгрывается. Не факт, что родитель выберет именно кружок в этом дюдсе, он, может быть, выберет в соседний. И тогда эти денежки переходят в соседний дюдс. То есть, схема такая. А мы можем каким-то образом увеличить объем финансирования, не уменьшая при этом муниципальных объемов? То есть, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, можно, конечно. Нет, доп. средств, я понимаю. Но это доп. средства, конечно, можно. И это нужно делать, потому что запрос очень большой от родителей. Им, во-первых, нравится, в принципе, работа в навигаторе этих программ, потому что там полностью заложен весь каталог. Можно выбрать. Ну, можно выбрать, понятно. Ознакомиться с педагогом, понять результаты. То есть, ну, очень удобная система. Не включены, а не включены. Вы мне покажите более детально это, и давайте тоже на бюджет следующего года посмотрим, потому что на 52 миллиона небольшая цифра. Ну, это просто на проработку. Хорошо. Нет, ну, я хочу понимать, да, в чем ограничение уже там, всю внутренность тогда понимать. Хорошо. Так, давайте добьем уже вопрос по подготовке к первому сентября, значит, по автомобильным дорогам и их подготовке к учебному году. Начнем с города Калининграда. Лена Ивановна, пожалуйста. Уважаемый Антон Андреевич, уважаемые коллеги, в рамках подготовки автомобильных дорог к новому учебному году специалистами администрации был разработан график осмотра участков уличной дорожной сети в районе 157 образовательных учреждений города Калининграда. были выявлены недостатки технических средств организации дорожного движения, которые и явились, вошли в план тех мероприятий, которые мы уже выполнили, а часть закончим на следующей неделе, чтобы быть полностью готовыми к новому учебному году. В целях устранения этих недостатков были выполнены работы по замене искусственных неровностей в количестве 29 штук, по нанесению дорожной разметки, по установке 74 стоек дорожных знаков и по замене 203 дорожных знаков. Мы очистили дорожные знаки еще, то есть отмыли, и сделали ремонт пяти пешеходных ограждений. Я теперь это расскажу в разрезе учебных заведений. 26 учебных заведений нам необходимо было восстановить искусственные неровности. На слайде показано, сколько мы уже восстановили, остальные 4% восстановим в течение следующей недели. В районе 90 учебных заведений было необходимо обновить дорожную разметку. Работы по обновлению дорожной разметки завершены в полном объеме. В районе 81 учебного заведения необходимо было восстановление, установка дорожных знаков. Вот половину выполнили, половину закончим на следующей неделе. В районе 45 учебных заведений необходима была замена дорожных знаков на флоресцентный. И по состоянию на сегодняшний день завершены работы в районе 29 учебных заведений, остальные также закончим. 24 учебных заведений необходимо было почистить и поправить знаки. Диаграмма показывает, как мы справились с этой работой. В районе 5 учебных заведений нам необходимо было произвести ремонт пешеходных ограждений. Эти работы выполнены. Помимо обустройства технических средств организации дорожного движения, мы также решаем вопросы по обеспечению транспортной доступности школьников. За последнее время при вводе в эксплуатацию новых детских садов, мы комплексно решаем вопросы не только с обустройством территории школы, но и обустройством подходов к данной школе. Опять же, это касается не только уличной дорожной сети. Мы строим тротуары, мы освещаем тротуары по ходу движения детей. Так, в настоящее время запускается 58-я школа, и в этом году из средств муниципального бюджета было направлено более 5 миллионов рублей для того, чтобы сделать обустройство пешеходных дорожек и их освещение. В целях обеспечения безопасности у нас построены тротуары, которые связывают наши школьные учреждения с жилыми микрорайонами. Это делается в детском саду номер 48, в детском саду 83, в втором корпусе школы 56. Более того, Антон Андреевич, в рамках тех 100 миллионов рублей, которые выделили городу Калининграду, мы часть денежных средств пускаем на освещение. Вот такого рода подходов к школам и дошкольным детским учреждениям. В этом году будет закончена строительством 59-я школа. Точно так же на следующий год в бюджете города Калининграда будут заложены денежные средства на обустройство пешеходных подходов к данным школам. Кроме того, мы сделали анализ школьных дворов и из резервного фонда города Калининграда выделили дополнительные денежные средства на замощение школьных территорий в размере порядка 37 миллионов рублей. И работа по обустройству безопасных подходов к образовательным учреждениям будет продолжена. Кроме того, в администрации города Калининграда разрабатывается отдельная программа, которая позволит сделать реконструкцию уличной дорожной сети для того, чтобы обустроить на уличной дорожной сети дополнительные парковочные места для посадки и высадки детей. Мы обследовали 26 учебных заведений. В настоящий момент все эти учреждения нам известны. Мы разрабатываем проектно-сметную документацию для того, чтобы мы смогли обустроить дополнительные заездные карманы и дополнительные парковочные места в следующем году и подготовиться к следующему учебному сезону. Подводя итог своего доклада, хочу сказать, что уличная дорожная сеть городского округа города Калининград будет полностью готова к новому учебному году. Доклад закончен. Подольский Сергей Сергеевич. Добрый день, Атлан Андреевич. Добрый день, уважаемые коллеги. На территории Гуриевского городского округа по состоянию на 20 августа 2021 года выполнены следующие работы. Капитально отремонтировано 2 километра 100 метров дорог в 5 населенных пунктах. Также в рамках ямочного ремонта отремонтировано 7 540 метров квадратных асфальтобетонного дорожного покрытия в 13 населенных пунктах. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки общей площадью 3768 метров квадратных в 5 населенных пунктах, в том числе на подходах к общеобразовательным учреждениям. Также выполнены работы по устройству уличного освещения общей протяженностью 13 километров в 30-45 метров в 13 населенных пунктах. Обустроены и отремонтированы тротуары общей протяженностью 1,8 километров в 5 населенных пунктах. В рамках программы «Безопасные качественные автомобильные дороги» выполнены работы по устройству тротуара протяженностью 110 метров и парковка к центру развития отременных детей поселка Пошакова. В настоящее время производятся работы по капитальному ремонту дорог на четырех объектах общей протяженностью 6 километров с небольшими. Заключен контракт на поставку и установку установочных павильонов в количестве 15 штук на территории Гудесского городского округа, в том числе, где, конечно, будут и наши школьники. Объявлено четыре электронных аукциона, капитальный ремонт дорог общей протяженностью 1,2 километра. Все предписания ГИБДД в отношении общеобразовательных учреждений и дошкольных учреждений нам не выполнены в полном объеме. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Вам, пожалуйста, Китай, Александр Александрович. Добрый день, уважаемый Антон Андреевич, уважаемые коллеги. На территории Гудесского городского округа имеется 17 школьных маршрутов, которые обеспечивают доставку к шести образовательным учреждениям. 10 августа состоялось очередное обследование данных школных маршрутов. В обследовании принимали участие ГИБДД и организации, осуществляющие обслуживание уличной дорожной сети межмуниципальных дорог и дорог общего пользования местного значения, а также представители перевозчика. В результате данного обследования выявлено порядка 30 незначительных нарушений. Всем это направлено и письменно, и уведомлено устно. Со сроком исполнения сегодня, 20 августа. Из 28 выявленных нарушений, 26 устранено. Два более значительных нарушения, таких как нанесение разметки после ремонта участка дороги, 8 километров, гусь-фальховатка, и установка дорожных знаков, подрядчик ГАММА-ДВ обязуется выполнить до 25 числа. Знаки они показали, то есть уже завезены, знаки и стойки. По разметке ожидают недождливой погоды, им нужно хотя бы 3 часа, чтобы нанести осевую линию. Остальные, там на слайдах представлено, не буду останавливаться подробно. Остальные замечания устранены силами эксплуатирующих организаций и начальников терротдела. Доклада кончится, спасибо. Спасибо, Сан Саныч. Так, Сергей Андреевич. Добрый день, Антон Андреевич, уважаемые участники совещания. На территории Советского городского округа функционируют 18 образовательных учреждений, из них 6 общеобразовательных, 9 дошкольных и 3 учреждения дополнительного образования. Перед началом учебного года комиссии по обеспечению дорожного движения при администрации Советского городского округа совместно с сотрудниками ГИБДД проведено комплексное обследование уличной и дорожной сети города, в том числе вблизи общеобразовательных учреждений. Подготовлены соответствующие поручения и рекомендации. В рамках реализации программы комплексное развитие транспортной инфраструктуры Советского городского округа осуществляются мероприятия по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог, в том числе вдоль учебных заведений, в пределах представленного финансирования за счет средств дорожного фонда. В 2021 году размер дорожного фонда составляет 7,3 миллиона рублей. Дополнительно вблизи учебных заведений в рамках данной программы проводятся работы по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог, по нанесению горизонтальной дорожной разметки, по установке и замене дорожных знаков, оборудованию участков дорог искусственными дорожными неровностями, выполняется кронирование и снос аварийных деревьев, расположенных вдоль автомобильных дорог, и проводятся работы по обслуживанию светофоров и уличного освещения. За отчетный период вдоль учебных заведений проведен текущий ямочный ремонт 21 улицы. По улице Форманово в районе детского парка оборудована парковка с соответствующим нанесением разметки и установки соответствующих знаков. Установлены знаки по движениям автобусных маршрутов в местах остановки автобусов по улицам Жуковского, Первомайской, Ленинградской. В районе детского садика номер 10 Родничок по улице Бурово планируется оборудование искусственной дорожной неровности. Тоже все это должны сделать на следующей неделе. Также у нас дополнительно в рамках полученной субсидии из областного бюджета проводятся работы по проектированию объекта реконструкции железобетонного путепровода через железную дорогу по улице Маяковского в городе Советско-Ленинградской области в размере 43 миллионов рублей. Заключен контракт с компанией из Санкт-Петербурга в Гипростроймост. Срок выполнения работ до 25-го, 12-го, 21-го года. Работы ведутся, опасений на данный момент нет. Дополнительно у нас по трем автомобильным дорогам расположены вблизи учебных заведений по улице Талаха, Бетховена и Герцена выделена областная субсидия в размере 34 миллионов рублей. Соответственно, в ближайшее время планируем провести конкурсные процедуры. Доклад закончен. Спасибо. Пожалуйста, Сергей Васильевич Булыч. Добрый день, Антон Андреевич. В Черняковском городском округе 12 общеобразовательных школ, из них 5 сельских, 7 городских. Всего в Черняковском городском округе организован 21 школьный маршрут общей протяженностью 1253 километра. Школьный перевозка осуществляет в муниципальные бюджетные учреждения школьник-авто. На балансе у которого в наличии имеется 21 школьный автобус. Все средства перевозки детей, 21 автобус к работе в новом учебном году готовы. Проведены технические осмотры и выполнены все требования Министерства образования в транспортном средстве. В текущем году в рамках подготовки к новому учебному году отремонтированы в городе улицы Пушкина, улица Гоголя. Отбегировано почти 92 тысячи квадратных метров дорог сельской местности. Выполнены работы по дорожной разметке на 82 пешеходных переходах, что составляет в квадратных метрах больше 1000 квадратных метров. Оборудована улица Гоголя. Новый пешеходный переход. И до 25 числа мы еще раз пройдем по всем нашим переходам с разметкой и освежением начало Черного года. Перевозки детей в Чемеховский городской округ в новом учебном году готовы. Доплаты закончены. Спасибо. Чубарев. Уважаемый Антон Андреевич, уважаемые участники и совещания. На территории муниципального образования Красноярского городского округа дороги регионального назначения, которые проходят по территории Государства лесного фонда, протяженных составляет около 44 километров. Хотелось бы на это обратить внимание. По справке подразделения управления дорожного хозяйства, ежемесячно с этих дорог убирается от 20 до 30 упавших деревьев. То есть, к сожалению, сейчас пока технология такая, что деревья убираются только после их падения. Значит, переписка, разговоры с ведомствами, которые как бы участие, участники этого процесса, она вот сегодня привела уже к конечной точке, где, значит, можно решить этот вопрос. Значит, мы получили ответ из Департамента лесного хозяйства использования объектов животного мира по вопросу обращения администрации по факту обнаружения аварийных деревьев на территории регионального значения. По данному факту проведено натуротехническое обследование, в ходе которого установлено, что аварийные деревья произрастают, как есть позиция лесного хозяйства, произрастают в пределах придорожной полосы, установленной федеральным законом 257. Правильные дорожного хозяйства считают, что их полоса чуть меньше. И в итоге у нас получается на внешней стороне кюветов растут деревья, которые наклонены где-то, ну, там, почти под 45 градусов, да. И на сегодняшний день я хотел обратиться, Антон Андреевич, с просьбой начать поручение инспекции ГИБДД, то есть это и управление лесного хозяйства то же самое говорит нам, что о факте выявленных аварийных деревьев, значит, считаем целесообразным информировать ГИБДД о необходимости выдачи предписания управления дорожного хозяйства на снос аварийных деревьев. Да, и мне хотелось бы к вам обратиться, чтобы выдать, то есть дать такое поручение, чтобы совместно с УДХ и со всеми, значит, обследовать эти деревья и превентивно, до наступления осенних всех этих катаклизмов, да, превентивно убрать эти деревья или в пределах вертикальной полосы, там, кронировать их и тем самым обеспечить безопасность движения, да. Все? Ну, еще хотелось сказать, что вот благодаря, опять же, значит, министерству нашего инфраструктуры, значит, мы получили в рамках программы качественной дороги, значит, получили средства на ремонт, фактически, заготовление тротуара поселка Веснова, да, где мы смотрели там с пешеходным переходом, и благодаря тому, что эти средства у нас, собственно, высвободились, мы планировали туда, получили субсидию, мы еще в поселке Добровольск сделали километр тротуара для того, чтобы соединить тоже там со школьными маршрутами и так далее. Единственное, вот, Сергей Алексеевнов, обсуждали вчера этот вопрос на выездном совещании, о том, что нам по дорогам, которые у нас проходят через, от региональной дороги, да, проходят через наши поселки Добровольск-Весново-Узловой-Алексеевка, то есть Алексеевка-Весново-Добровольск у нас непосредственно, как бы, школа там находится, после того, когда убрали с постов ГИБДД, значит, только знаками мы не можем как дисциплинировать наших водителей, поэтому хотелось бы ставить камеры, значит, с отслеживанием скорошенного режима и так далее. То есть, мы это тоже, письма написаны, все обращения, но пока это подвисло немножечко. Вот пока все, да. Хорошо. Так, давайте по поводу деревьев, которые, ну, по сути, в лесном фонде, да. Антон Андреевич, мы вчера были там с Дмитрием Анатольевичем, фактически смотрели эти деревья, там есть действительно часть, которые в кюветах, и их есть необходимость спилить, и мы готовы сделать это в этом году в рамках содержания. Но есть часть, действительно, проблемная, та, которая находится за границами полосы отвода дороги и за границами красных линий, с ними нужно нам решать все-таки с нашей Минприродой и экологией, как нам их... Минприрода позицию высказал, то есть они считают, что если это дерево угрожает дороге, то необходимо, чтобы ГИБДД вам выписало предписание и вы их срубили. Но мы же не будем сейчас таксацией заниматься, чтобы вы платили за это, если дерево уже стоит на 45 градусов, наклоненное, упадет при сильном порыве, мы чего ждем? Нет, мы вот эти 40-50 деревьев, которые вчера Дмитрий Анатольевич обсуждали, вот самые вот эти... Нет, я сейчас говорю про те, которые произрастают за кюветами, являются частью лесного фунда, но при этом угрождают дороги в силу своих огромных размеров. Можем мы организовать, вот коллеги из ГИБДД здесь присутствуют, можем мы организовать просто соответствующие мероприятия, чтобы ГИБДД выдал предписание необходимое, или нет? Почему не можем, Леново? Потому что ГИБД регулирует это предписание в рамках мобильных дорог, это должно быть решение на собственника леса. А там земли лесного фонда, я так понимаю, там проблемы с арендатором, то есть можно было нагрузить арендатора этого лесного фонда, сделать эту санитарную, условно говоря, вырубку, но там какая-то проблема с ними, я так понимаю, они в судах... Ну какая проблема? Это те самые взяткодатели, да, которые пытались... Там есть проблемы вообще технические, с арендатором, у нас там арендатор немножко в конфликте с лесом... А, это вот там у меня функционерный конфликт, да, это у нас там вот там получается, Антон Андреевич, буквально там плюс-минус 50, там 70 сантиметров от внешнего края кювета, да, и... Дмитрий Анатольевич, и сегодня лесное хозяйство говорит, что это... Это не считается. Мы же с вами живем по законам, а не по договоренностям. Плюс-минус 50, это... Тогда и предложение их кронировать вдоль вертикали отвода дороги. То есть позиции нет никакой, да, позиции нет. То есть единство-единство правовой позиции не существует. Понятно? Хорошо. Занимайтесь тогда уборкой тех деревьев, которые находятся в полосе, а с теми мы ждем тогда решения с арендаторами, чтобы они разобрались наконец внутри себя и убрали эти деревья. Я понял. Да, ну что ж. Так, я знаете, что попрошу Светлана Сергеевна прокомментировать. У нас просто в рамках прямой трансляции есть вопросы от тех, кто смотрит, от жителей. Было несколько вопросов по поводу строительства новых школ, ну, в силу перегрузки, особенно там волнует Луговое, да, город Калининград. Расскажите нам, Светлана Сергеевна, когда и как мы будем строить школы? Я напомню, что мы по одной школе в год до этого задавали. То есть у нас была школа в Гурьевске большая, школа на Артиллерийской, восточный микрорайон. И в этом году мы надеемся закончить в следующем сентябре она заработает. Школа на Сельме тоже огромная школа, самая большая в регионе. А что дальше? Дан Ильич, вот те обращения, которые связаны с отсутствием мест в районе улицы Горького, уже в этом году все ребята, которые зачисляются в образовательной организации, и их родители предупреждены, что после ввода школы на улице Рассветная они перейдут учиться туда. Это последний год, когда мы испытываем там напряжение, ну, по крайней мере, на ближайшие пять лет в том численном составе, в котором мы пребываем. Есть решение уже Федерации о строительстве в рамках консессионных соглашений школ на Юго-Востоке, это Левитана, и поселок Луговое, Гуревский городской округ. Сейчас проходят... Что это значит? Когда начнется проектирование строительства? Это значит, что строительство начнется в 2022 году, второе полугодие, до этого момента должно быть завершено проектирование и экспертиза. На сегодняшний момент, правда, школа в поселке Луговое очень переполнена, будет промежуточная вторая смена с учетом раннего завершения занятий первых классов. сегодня уже Луговая школа, она входит в состав школы будущего, не является самостоятельным юридическим лицом, поэтому начнем учебный год, сделаем, ну, максимально возможное с тем, чтобы за счет этих двух зданий максимально комфортно распределить детские потоки. Следующий момент, это до конца августа мы отрабатываем с городом Калининградом и с Гурьевским городским округом подачи заявки в Министерство просвещения Российской Федерации по, опять же, по программе строительства в рамках концессионных соглашений еще четыре школы. Значит, строительство школы в самом городе Гурьевске, строительство школы по улице Благовещенской, строительство школы по улице Борзова и строительство школы в Южном микрорайоне, Балтийский район города Калининграда. Также на сегодняшний момент в рамках базовой субсидии строительства школы есть решение по строительству пристройки 46-й школы в 23-м и 24-х годах. Предыдущие четыре школы, которые я назвала, по графику также разработка проектно-сметной документации это первое полугодие 22-го года, строительство 22-й, 23-й года. А по этим четырем принято решение тоже? По этим четырем мы сейчас... То есть у нас гарантированно есть вот эти два, да? Сейчас у нас решение есть по двум школам и по пристройке к 46-й на летней, улице Лепча. Да, я забыл сказать, что у нас еще к 50-й школе на... Она строится, да? Если в следующем году она будет... В следующем году мы закончим эти мероприятия. Причем он идет в графике, надеемся, с 1-го сентября она и войдет. Также в рамках этого отбора мы подаем по 44-му федеральному закону, там есть несколько вариантов взаимодействия, школу, пристройка к зданию школы в городе Светлогорске. Тоже со сроком строительства 22-й, 23-е года. Ну, если все проходит хорошо, вот из того, что я перечислила, то в декабре месяце будет объявлен еще один отбор на строительство школ по концессионным соглашениям, который будет реализовываться в 23-м, 24-х годах. Также полгода будет идти проектирование, а дальнейшее... Ну, оно может пройти и раньше, после подписания нами всех соглашений, и туда предполагается включить еще 4 школы города Калининграда, ну, который список сейчас у нас находится на этапе согласования, потому что многое связано еще с земельными участками, не до конца оформленными. Валерий, я бы еще хотел добавить, что мы еще в дополнительном складе Светлана Сергеевна, вы делаем разработку... Да, я пропустила еще пристройка... Как к 11-й школе, к 11-й школе мы проектируем... К 11-й школе Чикаловск. Да, сейчас, вот там, где у нас напряжение. О всех дефицитах мест, особенно для Калининграда, мы знаем, поэтому системно ведем ту работу под руководством... Не-не-не, я это знаю, просто люди задают вопрос. Значит, еще раз, Левитана начинается строиться в следующем году, заканчиваем в сентябре 23-го, дети туда пойдут в школу. Луговская школа в Гуревском районе тоже самая. То же самое. Такая же история. Значит, сейчас у нас уже поданы заявки по еще четырем школам, которые вы сказали, мы тоже надеемся, что получим решение уже в этом году и начнем строить тоже в следующем году, просто они чуть попозже начнут строиться. Значит, четырем по концессии едва, вот это пристройка Светлогорская и пристройка Чеховская. По 46-й решении есть, это 23-24 год. Понятно. Светлогорск в следующем году у меня надо начать. Подаем сейчас, надеемся, построим в 22-м, 23-м. Да. Хорошо. И город проектирует Чеховскую пристройку. Окей. Хорошо. Ну, я очень надеюсь, что такое опережающее там строительство нам снимет, снимет хотя бы остроту. Я понимаю, что это не решит всех проблем. В одну смену мы точно не перейдем после этого, но и ничего страшного в этом нет. Саму вторую смену учился и вроде как не пропал по жизни. Так что вторая смена это не приговор. Ну, никакой третьей смены в Луговской школе, чтобы мы... очень точно. Да. Да.